так но по этой теме ладно я все равно ничего не понимаю долго тебя я сейчас я сейчас интернетом не занимаюсь я сейчас этом в иерусалиме монах есть такой харитон вот он живет в пустыне пустыне живет в скале в одной сделал вырубил храм не храм кири вырубил у него там такой небольшой часовин к есть там молятся люди приезжают вот и он один живет в этой пустыне в скале в этой живет и вот сейчас для него там икону я пишу харитона святого но ему бою боевая ты знаешь чего это нужно когда ты умрешь себя будут канонизировать и каждый будет говорить а у меня от него икона есть вот и она тащи пропало благовестием за куда уж там меня канонизировать вчера мне люди сергей пока не не показывает а говорит ой как на вас сильно лютует говорит в интернете это прямо говорит чем же так до иконтактами в сайт я не просил я знаю я не касается а потом вот эти роспростью а он мне скидывает и показывает там где-то вконтакте у меня контакт есть там в другой номер но мне разрешили я зашел там бааа там такие плакаты а где 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 а где это В контакте, в контакте. А я на него не захожу, в контакте, в течение ухода. Ну, меня подтолкнули. А я займу, у меня есть тоже контакты, я гляну, что там. Ну, знаете, там Таралис пишет эти, как бы стихи-то, и они их там копируют против меня, ну, и там никакой роли не играют. Но он потом находит, ну, что-то солидное ты нашел-то? Да. И он делает две ссылки, специальный форум организован против вас, форум. Я говорю, а я еще не знаю. Я говорю, ну, допустим, форум, а еще они могут-то. Если они сегодня меня со всех сторон осмотрели, покритиковали, а завтра-то, а этот форум-то, там никто еще писать больше не будет. Ну, что там, если, решил посмотреть. Это как-то бывший у нас был один волк в славу, ну, затер такой. Он был в военном училище, я все о нем тогда и выставил. Он все время добивался выставить на нашем форуме под заголовком «Почему я ушел из Крестово-Дирижеского общества?» А ему ответят эти, да потому что ты дурак. А его теперь встретили в магазине, это уже 9 лет прошло. Еще попало, я говорю, я говорю, тогда. Я думаю, сейчас ты не вышел, но уже осознал. И он добивается, на форум ставит, наши его закрывают, он снова зарегистрируется по-другим. Я говорю, да, пускай. Он успокоился, говорит, ну, вот это ладненько, куда-то. И он успокоился, больше нигде еще нет. По-хорошему, хороший материал стал выставлять из слитых отцов. Но ребенок, ребенок просто, а жена, ребятишки есть. Но проходит какое-то вот время, и он, видимо, не успокоился. Больше-то еще нет, не одной срочки в интернете, нигде нет ничего. Занялись какими-то ракушками, дорогая, что для здоровья полезные ракушки там. Какой-то там, у них там особая забота о здоровье. А тут еще нет, вокруг моей колокольни бегают, сижу, если я говорю, ну, отстаньте, ребят, вы хоть что-то сами-то делаете. За 9 лет у меня и форум тут, еще только нету тут еще. И в миссионерской поездке, у них ничем они, где никак нету. А другой, Бурикова Михайловна, вот посерьезнее. Филолог, он засел против меня по трехтопнику. Игнатий перевел неправильно. А он не знает, что я ни одного слова гречу, не знаю. И как я мог переводить-то? Я тут с японского, с китайского. Перевел неправильно, он как филолог. У него вещь экспрессивная, у Лапкина она вялая и плелая. У меня вялая и плелая вещь. Они как поджаренные сквозь скачут, когда я говорю. Каждое слово обсасывает десятилетиями. Ладно, а потом он убавил, он сквозь там убавил. А я считаю, когда один к одному с нашим, так у вас еще толще книжки-то. Да там 277 комментариев-то. А в другом месте прибавил, убавил, прибавил. Ну ты покажи хоть три тона все-таки. Нигде они еще не показывают. А что он покажет? Нет этого. А в предисловии я сказал, я убавил в этом месте. Убавил, почему? Он, перфилакт, объясняет ереси, какие были в Болгарии. Богомилы, их нет, не мне сейчас. Нам зачем это перепечатать, меропрещены-то? Мы добавили трехтомнику Геннадия Паска. Опровержение лжа и толкование сектантов современной. Вот что важно. Ну нельзя там огромным манкуртом добыть. Ну и вот там вся эта сфеологическая сторона, это там меня, да везде. Я говорю, знаете, отец Сергея, в этом большая польза. А почему? Когда они уходили, у меня в это время было ездено 8 томов открытым. 8. А теперь это 30, я уже закончил давно, было 3 назад. Так они обсасывают только 8 томов. А теперь они все ссылаются. Если бы люди-то не были такими ленивыми, как Кемеровская там, манкуртизированная епархия-то, они поначали копать дальше. Но они дальше не будут ссылаться на славу Волку, как-то великий богослов в наши сети упали с ножницами. Ой-ой-ой. А он из чего ушел-то? Увидел на фотографии, что Лару, в зарубежной церкви, как это называется, ну террасетель, как это звать, сидим за одним столом, с Алексеем вторым. У-у-у, деретики, серетиками, сидят за одним столом, экуменническая. Ну они бузу тут заварили-то, они еще из этого не вышли. Ну ушли. А я ему характеристику славит, я писал еще раньше. Вот такой характер, въедливый, он в лоб ведет, и тебя только к старобряцам мыть. Он направо ушел к старобряцам, спустя несколько лет. И вы самое свелепое общество, старобряцам, ты иди к ним. Что ты к нам-то пристал-то? Вот один раз я там, у меня трехэтажное такое сооружение, балеринное, там голубь, я за летом. Пошли, у пруда там нужно вырезать ветки, которые бульдозом завалило в землю, они торчат и мешают, кто подходит. Мы послали двоих, там Витя Савченко, пошли двое, я говорю, Витя Старший, там еще один был парень. А он-то военный, с четвертого курса, что ли, с третьего ушел в авиационное училище. Он пошел, а потом с дороги им бросил, вернулся ко мне и говорит, я не пойду, потому что я не старший. Я говорю, ну хорошо, ладно, я тебя стану старше, иди, а куда идти? Вот первый вопрос, какой ты старший, не знаешь, куда идти? Я говорю, и там у пруда зайдешь всю за стороной, а где этот пруд? Ну какой же ты командир, когда не знаешь, куда войск, иди, не дури. Тебя повел, все до одной веточки знает, я буду старше, а не знаете, и на него как на великого богослова ссылаются. Они там, Игнатия ставят Священное Писание выше предания. Ой, да они меня возмыслили, да не любят, то есть я Христа ставлю выше, чем человек. Мы что сравниваем? Предание, я говорю, покажите грани предания. Священное Писание начинается с буквы В, в начале сотворил Бог, ну в русском переводе, конечно, и последние мягкие знака МИИ, вот все, ни одной Бога не добавится. А покажите предания, они, ни один человек на земле этого не покажут, поверь мне, когда говорят, Священное предание, вы просто спросите, а вы можете дать каталог, что в него ходит-то? Никогда. Патрологию менее ходит 300 томов. 300 томов, томов, вариантов, это не брошюры, 300, 300. сотни. Да, когда-то подписывает и подписывает каждый день. Вот, штука-то какая. Игнатий ставит Священное Писание выше священного предания. Ну, Господи, Бог, да за что же мы такие агитаты, за меня они везде. А там подписаны и все на них нападают. Писание, так же, Игнатий говорит, что литургия должна быть совершаться на пресниках. А у нас, как вас, ну я не отрицаю, мы и Христос совершил на пресниках, написано, были ли я пресниках, что дурители-то? А чтобы Христос на пресниках был, и убили ученики сразу. Вы понимаете, там написано смертная казнь. А смерть и умрет, кто в пресниках будет. Они в крестьянных норках посылали детей смотреть, подпусти, нет ли там крошки. Да я говоря, и очень петельность-то какая. Ну, вот такой вот, я говорю, на первом месте литургия опробует. литургия, он тронул, литургия, говорит, не надо. Почти. А где я говорил, не надо. Я говорю, что она не на первом месте. И ты где-то неверный. А мы верных-то никого не имеем. Какие неверные-то? Выходят табакуры, это Б. Одна Б и створ. Так, Степаненко Максим. Я в следующий раз, я уж понял, Сергей, это ТБ. Я понял, не надо. Теперь тебя добивать будут. Чтобы сто процентов ты поверил, что они лгут, лгут. Об этом благо. Понимаете, они, с тобой стороны, ко мне не подойдут. И когда они лгут, я всегда оборачиваюсь. Такого не говорят. Это мне говорите? Мне. Так это не я. Намного вышел ростом, такого говорите. Намного комплектнее. Вы показываете какого-то мудрого человека, с которым вы боретесь. За это. Сиданка. Вот такой еще, нашему мнению. Я видел, я смотрел вашу беседу с отцом Сергеем. Такая еще тема. Я, в общем, смотрел два видео, выставили с благовестием, по благовестию. Ходили. Раздавали карточки. Володя, Игорь, Сергей были. Да. Мне прям понравилось. Молодцы. Работают так. Я прям смотрю, плоды такие у них хорошие. Особенно, когда все-таки как люди реагируют на то, что когда говорят православные, православные люди прям откликаются. Процентов 40 откликаются прям так. Вот. Ну, дело такое большое. И мы вот с отцом Сергеем по этому поводу разговаривали, что все-таки откликаются, отзываются люди. Вот единственное, знаете, что вот хочу по этому поводу сказать, не надо бы сразу отталкивать о церкви, о московской патриархии. Я думаю, не надо людей так вот пугать. Он говорил это, говорил, я поясняю. Потому что это хорошо, что ты заделал так. Мы говорим в своем городе, не в чужом. И нам ни одного шага они не дают, ни одного шага попу сделать, чтобы нас не клеймить, не кричать, они не православные. Поэтому мы идем вслед их. А самих такие дела творятся, которые сами же печатают, убирают там, ну, то есть совершенно небогугодные дела. Каждый пятый священник епархии запрещен за небогугодные дела. Пятый каждый. Если 100 священников, ну, пятый это 20 священников. И когда этот материал выслал, они говорят, у вас устаревшие данные намного больше. И поэтому он по-другому трог сказать. Когда говорит православное, они говорят, православное, да пошли мы, мы знаем. Когда мы идем святых и говорим, нет, мы к этой не относимся совершенно. Не относимся, которые от всех безобразных и пишут здесь. Батюшка в казино продулся, но я с ним снял, не заложил. Понятно, Это уже давнешнее дело. И поэтому Игорь-то сказал, не в другом городе, а здесь, где они нас со всех сторон обложили. Они идут, у меня вышибали из университета, я говорю, я 17 лет веду занятия в университете. Это на 17 дней и то уже много лет. У меня прекрасное отношение со всем преподавательским составом, профессорой, с вектором, с проректорами. И в это время они тайны, когда Максим был дмитрием лепископ, посылаю Печарова Сергея Михайловича, секретаря, бумагу, чтобы университета. Такой подлянки мне коммунисты никогда не делали. Но провектор по учебной части, Семкин Борис Васильевич, академик, пришел к нам на занятие и говорит, вот такая неприятность говорит, а зачем они это делают? Я себе множе аудиторию нам в МТС мы дадим. Я 420-й аудитория, Алтайский государственный технический университет, 21 тысяча студентов. Зачем они это делают? Вот взял мой 13-й том, как раз, вот детский лагерь, почему они не занимаются детьми? Вот деревня, почему они не образовывают ни одного поселения? Это они его подклопнули и он это староозбучивает. Аллаткина, я знаю, много лет. Ни одного замечания нигде нет. дальше, начало мои медеицы, там, циклопедических знаний, там, это у меня все в книге помещено. Потому что все время записывали в это время. Подруга в Салтайской правде был здесь. Зачем они это делают? Я пошел узнать про эту бумагу, а секретарь говорит Мария Васильевна, наверное, вернулся и в Семьер Владимир Васильевич, он говорит, я была бы порвала ее. Нигде не могли найти. Я не сразу назад поднялись, я писал эти запросы, мне копия нужна. Уже они не пошли на это дело. Вот и все. А они за мной на каждом шагу гонялись. 13, каждый технику университета где только преподавал, вел занятия, десятка школ, во всех воинских частях, во всех Алтайском крае, во всех пять отделов городской милиции, Бор, УВД, Край, УВД, прокуратура, это все мои клиенты, все давно память и заводы. И они везде за мной следом гонялись, и не слушайте его, он не православный. Поэтому мне по-другому нельзя говорить. То есть они православные, а я не православный. Я теперь должен от них дистанцироваться, что мы не такие, как они. Мы совершенно на другие. Они меня заставляют говорить, это я повторяю, потому что они говорят. И поэтому Игорь, я так и сказал, а вы православные, да пошли, нет, мы к ним не опозимся. Мы вынуждены это сказать. А где нас не знают, там никто на нас нету, тогда у нас никакой разницы нет. Мы после каждой деревни, в каждом городе все займем к храму московской патриархии, в храмы. И говорим, где правильно говорит патриарх, помогать надо, а не критиковать. Ирина Тихович, нет, это, конечно, все понятно, но на благовестии, я считаю, вот эти вопросы не нужно вообще затрагивать там о церкви, а я считаю, на благовестии нужно говорить только, заявлять о христе, а мы не нужно вот эти вот. Ну, я считаю, как говорится, людей лучше православию, к Христу приобщать, а вот эти вот вопросы там церковные, их вообще не надо отказаться. Ну, это мое. Сейчас в порядке нас спросил, он там ответил. На деле это выглядит несколько проще. Подошел человек, наш, остается книгами. Стенд сделали такой около драм-театра, людей много, подходят, в это время один подходит, лапкин, да я его знаю, и начинает материться, мы его знаем, этого человека, он там не слушает, это так, такие, а потом встречаемся, ты же говорила, это маленький дурак, выпил маленько лично, и плел еще попало. Ну и все. Они ни один, нигде, ничего не могут сказать. Здесь эпиграпа можно взять слова Геннадия Паскер, Игнатия Спасает его безупречности. Я еще не делаю то, за что бы они могли ухватить, если они лгут, раз лгут, ну тогда я понимаю, что они не со мной разговаривают. И меня когда стоять на одном месте, пока они бьют, а меня на том месте не было. То есть, корректировка снаряда летят, туда, где меня давным-давно нет. Девять лет назад они говорили, это только делом, доплевать да забыть, как по-русски говорят. Теперь сейчас придумали, это флешмот, пилка под заходят, они рассаживаются по всему ресторану, на вокзале, и начинают говорить, и вот это уже привелось и на русской территории. Вот сейчас они делают соревнования, где у кого лучше получится. Я смотрел сначала, я слежу за всем этим-то. И мы же это абсолютно не нужно. Совершенно на сто процентов не евангельское событие. Этого не надо делать. Это ничего, кроме самоутверждения, ложного нету. Написано, Христос подал по два, вот максимальное. Почему не по три? Вопросы я задаю, теперь я им. Почему не по три? Не сказал, заходите теперь, там рестораны, когда они живут, в это время пойти. Конечно, интересно, аллилуйя, аллилуйя, Мендели или кого-то поют, это очень интересно. Представьте, они снимают, вот все, и они тоже. И что дальше? А мы потом раздавали. Раздавать можно было так. Зачем забавным гуссистам самому себя называть? Это они могут как называть так. Ну же живое слово. Вот есть уличные проповедники, проповедуют. Здесь это Алексей, один такой, высокого острова. Он не православный, но как он хорошо говорит. Он выходит в метро, там где-то рядом, а в Америке один там, у меня-то на форуме все. Он говорит, а хрисея, муки и вещи, походят анализ биянки, он ей говорит, подошли два полицейских. маленько, потеши, поговорил. Он сразу, вот, полицейские подошли, мешают мне, положать дальше, дальше говорит. И он говорит о Христе, точно поебанки, молоком, хроши, кромки. И он прям, вот как надо делать. Они флеш-модераты. Это глупость, глупость несусветная. Никогда никто этим святыми не занимались, чтобы усложать там на вокзале или кого-то. А дальше они начинают, он в Улан-Удэ, или в Америке, в Канаде. Они дальше начинают править, кривляться, наголос, то есть, привлечь внимание. Я считал, один батюшка, что он привлечь людей, он сделал там бильярд, там все, чтобы отдохнуть, может так. Но во время службы, он дал так, что ее не видно, а только одна дверь, как она стриптизом занимается, на алтарных дверях она раздевается и прочее. Ну, это вообще уже запредели, но это у католиков. Представьте, где народ-то смотрит, дома там, она рассказывает, как там интересно, пойду посмотрю. Он мой дом осмотрит, вот тут интересно все-таки. Рядом со святыми, и она кривляется. Они говорили, пусть херает, а сейчас и говорят, пусть херает. Их назвали по-другому. Андрея Кураева напали, он там, он женством, Бога предал, я все это выставил, ничего этого там нет. Он совершенно нормально разговаривает, я бы так разговаривать, и не стал. Они пошли с ним на трижды, со мной бы они не пошли. Я бы с первых же слов стал дожимать клещи священного писания. Но у него такой талант, он так делал, а нам его не судить. Он подготавливает почву для меня, может быть. Вот и все. Но не надо так, ничего не делать дома. Я дома сижу, Андрей вышел куда-то, я его буду судить. Он отрекся, он Божью Матерь убил на 100% ложь. Как люди греха не боятся? Он православный. Он так понимает, он, вот так он говорит. Одно то, что я его 120 раз протянул по кочкам, как он говорит, и он такие слова во мне говорит, на то, что ты говоришь? Нет. Другому экономию он дать, что если я с ним не согласен, он у меня будет испепелять. А этому нужды никакой нет. Не потому, что он непробиваемый, а потому, что у него ума много. Он понимает, я каждый раз желал ему недобра. Говорит. Да нет, я подтверждаю, очень умный человек. Ну, конечно. А зачем? Чего тут дуться-то? Мы можем это сделать или не можем? Вопрос. Вчера тут один на меня вышел из знакомых, я воняки недопонял его, мальчишка, стихарей одетый, из группы, как бы там, где был отец Данил Сысоев. Ну, он там кое-что спрашивает, я ответил, я не знал, что он уже на рубежу. Ну, и просится, тут будет какое-то у вас мероприятие по следам алтайских благовестников. А на Алтайе такой Макарий Пухарев. Это один из самых больших перевозчиков в той Библии, которая у нас есть на русском языке. Архимандрит. Он 470 только этих аэродцев крестил. И вот они по их местам, где они были, это тоже не нужно. Фундаменты разрывают, где стояла церковь. Нам нужно идти к живым людям. Людям нужен воскресший Христос. Говорить о распятии и о том, что есть. Я сказал, что это не занимаемся. Нас тут не будет. Он вывели будет. Это не тот, который выходил на вас, трясли вас, который... А, это Салионов-то? Ну да. Нет, тот не выходил. Ну, если где можно, то... Вот он сейчас вчера выставил материал, и мне подкинул. Смотри, что это НТЭО, они его называют на себя. А я его назвал, мне неопознанно технически обратно. Таисты на обед. Не одного, а ТЭО. Эй, Сергей, ему материал дал обороте. Хороший материал, большой, богатый, я к тебе переделся. Вы передай ему привет, и пусть выйдет на мой материал. Там, говорят, как этот Стерлингер, что об этом говорит, Дугин. Ну, все, дай-то у меня, я говорю, материал-то все здесь. Ну, то, что он старается отводиться, но не используйте его на провокацию. Он там бывает встречается с кем-то, ну, надо идти живое, слово нести, а не то, что пришел в редакцию, кирпич положил на стол. Вот, что тебе? А сидели такие стоят в маякене, по окнам без витрину ломать. Вот такой вопрос есть. В общем, есть человек, у него обожженное лицо, в детстве, в детстве ожог был, лица сильный. Вот. И как ему быть, у него половина лица обожженная, не растет у него борода. Ну, как это, если нет. А это было у самого смещенного. Когда монахи его прогнали, он образовал монастырь, и они возмутились и прогнали его, угрожали смеху бою. И он ходил, когда и до того, что он ушел, там смоленные ямы умерли в море, то он упал. Пока выбирался, борода подгорела. И он говорит, борода росла мелкой, и кустиками, и он сказал, это для того, чтобы я не хвалился хорошей бородой. Он даже из этого взял вывод, видом, борода-то была шикарная. Вот и все. Нет, не растет и не растет. А бывает, у него половина растет, а половина лица не растет. Половины нет. Вот у самого священного. Скажи, возьми пример самого священного. Запомните его. И не переживайте. Ему как ходить вот так с половиной бороды? Да. Именно так. Не трожь, как есть. Ну, как один глаз выберем, я второй-то глаз не залепляю. С одним глазом черная повязка. Но глаз-то это не борода. Это легко понятно. Одна на то языках ему с одной выводят. Что же, борода-то не важнее глазу. Вот я сейчас хочу, я такой эксперимент сделаю. Вот я две недели бриться не буду. И сделаю фотографию и пришлю вам, покажу, что я в таких условиях покажу, что мне нельзя не бриться. То есть у меня тогда начинается страшная штука, если я не буду бриться. Ну, это я не знаю, как будет. Я про одного считал, они собрались там, немцы или щупщи какие-то, и они в чуме были. А на севу-то там костер когда-то горел. Я там подпеку-то зала. И они ребятишки-то выше и кидать начальник вербута, дети-то. Ему упало прямо на оба глаза. Но пока что и глаза вышло. И он без глаз, представь себе, пустыню. И дальше он взялся таким человеком, о котором весь мир узнал, без глаз, без двух глаз. Он взялся лучшим проводником. А то вообще вообразить нельзя. Он слышал шорох травы. Где у реки, когда она внизу есть камни, он слышал, что вода меняет тон свой. И он говорил свернуть право-влево, когда по рекламу сплавлялись. И один глаз не видит, он под водой это чувствовал. И по взмаху крылья птицы мог стрелять в нее в ту сторону. Попадал, не попадал, не знаю. То есть вот так человек может развить свои таланты не на один глаз, а на вообще на безгласе. Вот вы лежите, ну конечно у вас времени как будто побольше, то другое. Вадим пролежь, сгнил бы уже через год. Не то чтобы разговаривать или делать, или не заботиться о таком важном деле, как и благовестии. У церкви, у тебя на коляске возили с пеленок, мы рядом бы какую-нибудь баночку поставили. Больше у нас такой был. Что интересно, это два мешка, к слову сказать. А другая была вольничка. И вот на двух колясках возили. Клубу православный в один храм ходит и ванюшку спрашивает. Ну вот некоторые ходят копешки, ухаживают туда, деньги жертвуют. Все, кто приходят туда, вниз головой ват летят. И у нее спрашивают о нем, она те же слова ему возвращает. Абсолютно парализованная, скрещенная и полная непримиримая. Да разве это возможно, у них есть у мультурмана? Я их обоих знаю и скажу, что люди просто их так сделали, такими. Они такими не были. Вот это возят там, формят, спрашивают дальше, пророческие какие видения, как вот отславить, крошенинников. Он ничего не знал, пацаненок, да. Святые надо, мамка сеет, плащишься, он не канонизирует. Моего интересно, что патология не приняла, потому что не ее инициатива. Дмитрий Смиро выступал, против. Я не против, как бы не надо этого делать. Единственное, что непонятно, когда я говорю, не надо канонизировать Даниила Сусойра. Почему? Так он святой, он манер, его еще канонизируют. Он мученик. Я добавляю, за тысячу лет в России никто так не любил мусульман, как он. Да, он прям шел направленно. Да, конечно. И он, самое главное, что он чувствовал, он уже, он уже, как говорится, чувствовал за несколько дней уже до смерти. И он понимал, что это произойдет рано или поздно. Он говорил, это 4 такая угроза была в последнем времени. Ну да. Я вот, немножко, кое-кому не закончил, а флеш-мод, если коснется где-то и говорит вам, то вы спросите, покажите один случай на всю мировую практику кто обратился к Богу. Один. Не в России, а по всему миру. Они не могут по сегодняшней день никого у кого. Да там, что он будет обращаться? А то пришли, пропели, пропели, аллилоэ там, великолепки. Ни словах непонятно, ничего не понятно. Но поют, ну видно, как ты развивай, да, похвалились своим голосом. Это именно похвальба. Потому что надо набирать людей, чтобы их слушать. Ну и не пойду же я туда кукарякать. А ты скажи живое слово. Когда без слова, как у меня было в тюрьме, семь человек сегодня ночью становились задний ваз на молитве, в средненочью молились. Пусть встанет кто-то на молитве, да они не призывают этого, нет. А в Германии, говорит так, вот говорит слово так, кто согласен, покаятся, подняли, руку подняли, все уже, оглашение в Польше, завтра креселы. Не осознание, не рассмотрение своей жизни, для рассмотрения своей жизни, для этого надо время. Я про одного читал, там с Хилле Архимандрит или кто-то на покое уже был. А наиспать принимал, и вот пришел к нему один старец и стал говорить, вы говорили, ну, я решил покаяться и тот, о чем ты занимаешься? А он его, оказывается, знал. Ты же всю жизнь лечил людей, и лечил, что в трудном, так, я же помогал, я очень наш, священ, все было, иконы священ. А ты знаешь, что был? И он начал исповедовать утром, и к вечеру только кончилось. Это я единственный считал, что такая была исповеда. И наконец, он его разбил полностью, и он подплакал. Да, так было. Ты всю жизнь сатаной в огнику жил. Ты только портил людей, ты забил, забивал своим вот этим лечением вход ко Христу. Таких людей блокирует сатана, вот это победа, я понимаю, вот это стоит. А не то, что давайте мы попоем, в одном месте, заговорили в другом месте, себя за столом, все встают. Но люди, ну понятно, что это они и те же были. С одного, не знаю. Чего тут, говорит, не то, что они их уникли, посторонние встают, а потом там, может быть, в других там храмах кто-то подпоет и прочее. Ну и что, пропели ушли, стоя, поговорят, да, это больше не будет. Дальше у каждого, у каждого своя майка, свой Ванька. Живое евангелие сказано, вот как уличные проповедники. Вот это, я говорю. Ирина Тихаччевна, ну а еще будете снимать такие ролики? Когда ходят на Бодолесе, это? Да. Сейчас почти не ходят, я все время ходил, я сейчас не улажу. А крещение, на крещение-то пойдут наши, вот это. Надо, надо снимать, я не думаю, снимать. А пойдут, пойдут вот это вот, если, ну там, не застынет аппаратура. Просто людям передавать нужно опыт, вот это вот такое уже наглядное. Они прямо подходят у нас и вдруг вырывают патриарши. Даже когда идут крестным ходом, они даже не перестают враждовать. Нашим выходом никакого нет. Мы подтверждаем их слова. Это не с нами, мы не с ними, мы другие. Наши идут в стороне совершенно, раздают галок. Нам, главное, людям дать направление. А направление где? Евангелия. И мы даем маленький квиток впадщик, побывает пошире. Это наш сайт икона. Они как огня его боятся. А почему у них еще подобного нет? Они ничего не могут сделать. И а почему страх сковывает? Они боятся? Вот вы знаете, Сергей Дудин, его говорят, сонсета, он сейчас долго там и сектантом называет. Сектантом. А вас нас-то называли. Как? Это надо смотреть на это жалость. А почему он так делает? То почему? Потому что Исаа, я возненавидел, Яхова возлюбил, еще у другого матери. Да это несправедливо. А вот за это ты ответишь. У Бога не может быть несправедлив. Бог знает будущую жизнь. Да они не могут по-другому, не могут это. Он получил такой же веки поносить венят. И я должен таковариться за него, а не извиняется. Не он делает. Я должен угон своим проникнуть из той стороны посмотреть, кто у него стоит, да там рога вот такие строят. У святого Мартина, Мартина, у него там было такое, дьяхон Баклицкий звать. И он будет отдохнуть, полейка на стол, а он подойдет, дьяхон, и пошел его. А он в глаза поднял, смотрит, а там на холме два эпиоха стоят, ему машет, что говорит. Он говорит, Баклицкий, ты не сам это делаешь, там два друга твои тебе. Окей, он не видит. Баклицкий, ты будешь епископом после меня, на тебя точно так же будет якорно попадать. Все так и случилось. Он на это поставлен, он на него не обиделся, ничего. Молитесь за врагов, почему? Чтобы участь их переменилась. Я знаю, мое имя вписано в книгу жизни, а у него в книгу, какую-то записано. Моя надо еще вырвать его оттуда, они слиться. Мы не можем никак, а потому что она говорит, я же, мы же тоже слиюсь, я на него кулак, ты понимаешь, почему она мне противоречит. Да не она, она только слушает того, кто научает ее. И поэтому, мой этот гнев, я должен обратить на молитву. На молитву за нее. У меня вот, я лежу, и все равно, мне и врачи говорят, что, ну, гневные все такие люди в моем состоянии. Ну, понимаете, что я не могу сам ничего сделать, а делают люди все не так, понимаете как. И мне вот что-то не так подали, мне что-то не так передали, у меня уже все равно возникают какие-то вспышки такие, понимаете как. Вот это сейчас у меня вот основной такой недостаток, я сейчас с ним борюсь. Но все равно, как, знаете, ребенок, а не разговаривает, ему что-то хочется, и он не может выразить это, и начинает ногами топать, что не так, мол, не так. И вот я борюсь с этим, вот с этим гневом таким, тяжелая штука, я вот все равно думаю, вот уходили, как люди, допустим, тот же Сергей Радонежский уходил, чтобы побороться вот со своими вот этими всеми делами. А тут я вот лежу, и мне уйти, мне даже спрятаться некуда. Я уже, ну, раз, я бы ушел бы, я бы вот не лежал бы, я бы ушел бы, чтобы, и все, ушел бы от этих дел, от всех. Вот, а не уйдешь никуда, лежишь вот здесь, вот на этой койке, и даже, я даже отвернуться не моргал, повернулся не моргал, вот открыто, и все, вот, и никуда не денешься. Вот, все равно, как тяжело, вот эти, лукавые находят человека, любого человека, в любом состоянии найдут. Пока ты жив, у тебя будут искушения постоянно. И постоянно нужна борьба какая-то, с чем-то бороться. и какую-то первую поворотить, и все. Утешительная первая користь, 10 глава, 13-й сирий. Как будут увеличиться скорби, увеличится помощь Божия, так, чтобы мы могли перевести. Бог это все высчитано. Любовь его познается нами всю жизнь. Нам казалось бы, вот здесь, ну почему именно так, но если бы так, но мы не знаем последствия, в том, последствия вдали, они совершенно сокрыты от нас. Никто этого не знает. Вот если мы ему показать, чем это закончится, ну давай, вообразим мысленно, мысленно так, что Гитлер хотел добра своей нации. Но, это подтверждается так. Но теперь посмотрел бы он туда дальше, то что будет? Полный разгром, смерть, бегство. И теперь нация в униженном состоянии, у них, сегодня такая засыпанность, они боятся слова сказать. А, Германия, это уже мусульманская страна, так как пишет, Меркель говорит, она выступает и говорит о своем разочаровании, когда пускали мусульмах, думали, что они будут обатруться, как русские ассимилируются, и будут такие же, как мы, еще не бывало. Они как-то стали с теми же самыми, сейчас командуют, когда в школах, как одевать, когда празднуют, они уже полностью взяли контрольную свою руку. Но она еще не понимала умная женщина. Понимала. А если бы никаких, если бы, вот так как есть. И главное, достижение мусульман, что они сумели людей пятикратному молитву намазу приучить. Вот вот объединяющие, потом обязательно. Мне нравится, может, я одно слово не так скажу, выражение у Достоевского, Федора Михайловича. Во всей мировой литературе я не нашел ничего, симпатичнее, мужественнее, Иисуса Христа. И сиреневая любовь, говорю, что и не может быть. Если бы кто-то казал мне, что Христос истинно противоположен, нет. Я лучше предпочел поостать за Христом, нежели с истиной. Вот так и Евангелие. Мне вчера заходит, видимо, даже два запроса были литеране. Я как понял, по вашим роликам вы православны. А почему ссылаетесь на марки на Викер? Вы протестанты или православные? Я пишу, если вы так признали, так и без. Я православный протестант. А в аптесты, я православный пактесть. А я говисты, мы православные говисты. Но у нас в аптесты только один батюшка. В аптестах отвечает креститель. Он только крест. Но я думаю, если он сказал правильно, я беру это даже у основателей материализма, таких как у Ленина, у Карла Марса. Есть хорошее изучение, и я ими пользуюсь. Пользуюсь. Я объясняю, почему. Потому что никто это не выразил. Я беру Асчетышевского что-то, даже от Ульянова, который сказал, наша радость от удачных успехов. Насчет плохое. Вот оттуда и радостно тебя рисовывает. Я же отвечаю, почему это умныние такое, говорят, общают пал в апатию, депрессию. Это все слова, прикрывающие суть. Я отвечаю простыми словами, а плохо сделано работали. Что всегда, абсолютно. А как же Абумарка, Абумисая говорят не так. Ну они воли, духовные были, а я вот так. А не насчет на прилуг, действий, сердцевина, начало, отмечения. Я ничего не говорю. Плохо сделано работали. Я понятно? Ты плохо сделал, тебе радостно будет? Нет. Ты плохо воспитал ребенка, радостно будет? Нет? Плохо молился? Ответа на молитву нет никакого. Ты и не жал. Тебя радостно нет? У меня любая молитва радостная. Мне вчера сколько поступило заявок на молитву, не скажешь, я думаю, Володя, а Володя там, Володя, Володя, Володя уже здесь. Все, руки Афарту подскочил. Мы на молитве. Вчера звонит отец, Сергей. Дядя еще один убирает, убирает не крещеный, помолитесь, звать Николай, может быть, кто-то обратит его там, на священник Афарту, Володя, все. Мы на своем месте, это мое место, которое мне Бог дал застолбить. Мне вреда, и говорят, знаете, внатихо, еще. Ваша версия оказалась верной. Вы заранее говорили о Бойке, а мы так как. А теперь, власть так вот на вашу сторону. Моя версия оказалась. Это какая версия? Я так листом был. Моя версия. Я думал о душе всегда. Тут как-то выступал председатель журналистов Алтайского края, где Бог и говорит, о Бойке, часто люди задумываются. Но чтобы день и ночь думать только о Бойке, это только лад. Он мирской человек. Да какой мирской-то? Уж теперь его каким-то трудно назвать-то. Был в Мерусалиме по приглашению-то. Кто как? А я помнил, что вы говорили. Написал книгу Век Наполеона, а дальше написал не без вашего влияния. Вот и все. Он написал там главу такую, что все от того, что люди не знали Бога Библии. Наполеон такими руководил, а отсюда стать своими. Вот и все. Незримо плоды будут растили, если мы будем благовествовать. Да, благовестие. Я вот тоже сейчас часто встречаю и в таких передачах и священники тоже все больше и больше о благовестии начинают говорить. А мне главное со всех сторон. Смотрите, вот они говорят вот так, как вы говорили. Я говорю, я уже забыл, как я говорил, потому что я уже дальше не буду. Так они сейчас и купели строят. Купели надо еще и научить человека. Вот сделали купель, в Ликольском соборе и ко мне на занятие в университет пришли. Отец Михаил Капранов послал сказать вам, что купель сделали. Так он для кого-то меня делал, может, я к вам пойду? А что, закрыли его мраморной плитой, а сказали, да это равно. Значено, что полное погружение, что мухлой ладошкой, поповской, пухленькой ладошкой помощить волосы. Неравно. А одно крещение, а другое обман. Фикция. Профанация. Ко мне женщина одна. Дня три назад зашла и говорит, я узнал, пишет мне, я узнала про Игнатия Лапкина, я прочитала про него, посмотрела фильмы, и говорит, что же мне, я теперь не спасусь, говорит. Я говорю, а что же такое случилось? Она говорит, да я не крещеная, я моченая. И все, и рассказывает мне. Я говорю, ты боюсь, я боюсь ему, он такой строгий, и боюсь вопросов. Я говорю, не бойтесь, заходите, он вам ответит на все вопросы. Люди начинают вашим языком уже говорить, уже говорят моченые. Я говорю, не крещеные, я моченые. Моченая только голова, у него моченая. Обливаться, это его разливали, и водой его обливали в эту жаркую погоду. Три раза во имя отца раздеты полностью, вот это обливаться. Так и их, этих обливанцев-то священники ставить нельзя было. Вы найдите канон, как говорят, и только на крайне, крайне спущено безрыбие и рак рыба. Это уже можно. Но только и всего, вот они приходят к батюшке, а вот батюшка гастрит там, перетали, и по всякому глупости. Пост, чтобы не соблюдать. Ну ладно, просто тебе помощь. Я спрашиваю, вот эти бабушки, которые ходили туда в церковь, теперь они ходят с нами, молятся, почему они к нашему батюшке не подходят? У нас никто не выпрашивает. Пост все на... Все сто процентов, все сто процентов постятся. Все по календарю. Они календаре покупают. Покупают-то посмотреть, чем поместить можно. Остальное еще там календаре. Теперь они. Ну вот и все. А то только по старту увидишь, как даже дети любят порядок, чистоту. Над столом не склоняются, над чашкой. Не облакачивайся. Простое даже. Я разговариваю, есть с благоговением. Ряд дети это понимают. А ты взрослый не знаешь. Там бывает, детям приедет, ну родители как всегда, чашку обхапывают. Надеюсь. А мальчишка-то рядом сидит. Бежу на мушенчик. Бежу отец глазами повел, что видел, не видел, как он из чашки-то вылазит. Сел, сел, сел прямо. Он ему снова подсказывает. У меня были одни такие вот, приедет. А баба-то наша не знает, как правильно за столом сидеть. Но еще, а я скажу, баба, нельзя так. Надо, вот почему, а ты объяснишь, почему нельзя? Ну, сидеть облакачивание на стол. Правильно, Серахов сказал. А баба, а баба засмелется, говорит, и скажем, смотри-ка ты, а я этого не знала. Теперь от чашки не оставляет, доедать, кантализать. А баба еще скажет, смотри-ка ты. А я этого и не знала. То есть они ученики. Если мы священники учили, разве такое было бы? Если бы монахи не сидели, вот этой угрозы мусульманской, это не было бы. Это два миллиарда православных было бы. Два миллиарда. Я сейчас в последнее время пересматриваю Германа Стерлигова. Я тоже давно его уже смотрю, слежу за ним давно уже. Вот. И вот по поводу лицевого свода его не читали? Лицевой свод. Это того? Ну, Герман Стерлигов. Лицевой свод. А, конечно, конечно. Я... Так мы за него каждый день молимся. Мы молимся, имя Герман напоминаем. Ну, лицевой свод, он... Вы не читали лицевой свод? Да, я считал. Ну, мне кажется, есть напор, я перенес его давно уже. Есть, да? Да, конечно. Надо посмотреть просто. И я помню, что я его многое перекопировал сюда. Даже я иногда не согласен, где-то маленько что-то. Какой-то вчерашний ветеранин-то спрашивал. Мартин Лютер сказал, в мире есть одна книга Библия и одна вечность Кире Христос. Мне очень нравится это. То все остальное должно быть направлено к этому и стекать из этого. А об остальном меня уже спрашивали будут или нет на суде Божьем неизвестно. А это будет спрошено. Все-таки как вот он, Герман Стерлинг, как он все-таки бьется, тоже ратует так вот за людей, за Россию. А я вчера думаю, вот вам бы объединиться бы с ним. Никак, он не пойдет, наверное. Не пойдет. Он полностью отошел от московской патриархии и ее там посудрил. У меня другой подход. Я видел, чтобы священники были настоящими. Вот есть сейчас Агабангел Пашковский, там другие, Тихон, архиепископ, это, пасющий. Мы могли бы к любым пристать. Но у них условие первое почти. Признать, что московская патриархия безблагодатная. Ну, никогда на это не пойдем. А вот Стерлинг Герман как раз на этом остановился. У него оригинальная просто мысль где-то есть. Он вовремя отошел, когда эти можно было грабить миллионы. А куда миллионы? Он же не заработал. Это награбленные деньги. Он и признается, что это украденные деньги. Он открыто и говорит. Что он делает? И он говорит, какие люди у него работают, я не ставлю, чтобы было единомыслие в политическом направлении, в религиозном. То есть он ничего это делать не может. Просто работники, работали, получил он день, дал деньги, а два, два, три, больше нормы. Деньги-то есть. Он ничего не может делать, то, что у нас есть. Они совершенно курили, ну, он против того, что были безбородые, а работники, ну, я с них не спрашиваю. То есть он еще не спрашивает. Вот то, что он говорит, это он говорит один. У него никого нигде рядом. Он не может показать нигде, ни одного человека. Никого нигде нет. Он теория своей на практике нигде, никаким образом не проверял. Вот к нам приехал, есть такой писатель Быков, Дмитрий Львович, очень известный такой, из Москвы. В журналеев, в разных коммерсантах, и в российской газете везде он там идет. И у нас он был в Бурлоков с одним, с фотографом. И он написал 110-тик, это журнал «Смена», приложение такое, как журнал идет, собеседник. И он говорит, Игнатий просил нас, чтобы мы, если у нас есть выход на Соженицына, сообщить ему в гости на утро. Он дальше, велика лабора, сказал, у меня нет на него выхода, как у всей России. Так вот, Александр Исаевич, вы говорите, как обустроить Россию. Так ее уже обустроили, точно по вашим лекалам. Еще по его лекалам не делали, но он сошлась с тем, что предлагает Соженицын. И он это, напечатал, тысячами экземплярами. Он увидел, просто увидел, Соженицын даже не поминали, я знаю, это и другого, увидел, это одна семья, большая семья, за одним столом. А кому не нравится, вот ищет другое помощь, чем другой стол. Герман в моей молитве, этого вполне достаточно, чтобы определить, что я ему не враг. Ну, видите, он больше, у вас к духовному больше склоняется, а он к изменению правил, вообще изменить людей, сущность людей изменить, то есть женщин вернуть, привлечье к такому, вот, и изменить отношения людей к природе, ко всем вот этим вещам, а у вас более духовное такое положение. Видите он, что как он на войне готовит, как правильно, там, экологически чистые продукты, это все он знает, где говорит, но жизнь свою не продлит ни на один день. У нас ничего этого нет, то, что он говорит, там, где, но у нас все есть, в более превосходящей степени. связи там, на золотом валютном фонде, про серию, про ливию, у нас этого ничего нету. Мы знаем у себя. Ну, вот, Илья Тихович, мы вот с отцом Сергеем тоже говорили, я вот такой, затрагиваю такой вопрос, я говорю, ну, вот смотри, я с батюшкой говорю, и сейчас будет Илья Тиховичу, как бы это перестать вот православие, точнее, патриархию поносить по этим, нести по кочкам, по всем. Вот, и как бы народ к нему потянулся, сколько бы вокруг него образовалось, сколько людей сразу, сколько его единомышленников, сторонников таких. Вот, но это тогда бы уже не Лапкин было. Ну, конечно. Пускай они меня рассматривают во свете Библии. Одно условие, только одно. Почему никто не выходит? На нас число, синодальная, какая-то рецензионная комиссия. Пожалуйста. Во свете Библии я не буду рассуждать ни по каким правилам. Но во свете Библии я покажу и канона, и жития святых, и все остальное, и труды святых отцов. Они-то только говорят, они ничего этого не делают. Они не могут. Вот нападают, когда на церковь, где там, ну, такие, как Незограф, Александр Блипович, или кто-то. Много, много это не говорит, но он тоже есть, вот, у Стегрикова-то. Полностью отошел. Сначала старобрядцы, ведь они говорят, никаких старобрядцев я не знаю, не хочу, я не старобрядец, то есть он никто, он один. У него никого нет, у Стегрикова. И а вот это говорить не надо. Ну, надо прислушаться к тому и другому. Я вот что говорю. Не надо пойти, вот в чем обвиняет они патриархию, особенно, вагне-то этого ничего нету. Я, когда говорят, а вот, это не про меня говорят, они про други говорят, у меня этого нет, ни римузина этого нет, ни охрана, ни витисе, что там, ни витисе, что там, ничего этого у меня нет. нету. И поэтому, я не думаю, патриархию, ни в одном полте ни разу меня не ударили. Я совершенно другой, как говорит Игорь над Сахаром, Кирилл, на Бастеневке. Игнатий совершенно другой, и поэтому меня даже не рассматривают только во свете Библии. Мою гиографию себе не переложить, не составить. Игнатий Тихович, а вот я думаю, такой вопрос есть. Ну, а если вам вот оставить вот эту вашу позицию, допустим, и перестать вот что-то такое дурное вообще нести о патриархии? Ну, а где я говорю, что патриархии? Это конкретно показать нужно. Вот просто оставить. Ну, вот вообще вот оставить и не касаться вообще патриархии. Я не касаюсь сейчас. Это работает книг. Я не могу книги-то убрать. Они что-то там находят о старых роликах-то. Они меня воспринимать должны со всем, что у меня есть. А им-то надо меня со всех сторон обрезать. Да что, моя борода нужна или что? С чем я пристану-то перед ними? Я могу молчать. За меня говорят мои книги. Это мои дети. Мои ролики. 1400. Там уже все сказано. Дело в том, что вот сейчас многие ссылаются на те же ролики, вот на эти, не читая книг, уже по роликам делают вывод. Вывод уже о вас. И просто не берут книги в руки даже. Вот. Пусть бы они почитали. А вот мы опять с отцом Сергеем тоже говорим. что, может, как вот это все-таки, как мы думаем, как ему все-таки донести, что он вот о священниках, всех священников под одну ребенку, вот, и он, все священники такие, там, волки, волки, trazer. Да нет, мы это прекрасно понимаем, мы это понимаем, но мы это как бы для людей, понимаете, что люди-то не понимают этого, что все обозначает многие. Люди этого не знают. Мы с отцом Сергеем понимаем, мы знаем же вас. Вот. А люди-то этого не знают, и они понимают так, что вы обо всех говорите, обобщаете? Ничего не меняется. Еще раз говорю, во свете Библии, ни один пророк не угождал толпе, иначе он не был пророком. Нет, ну я просто вот в этом видео хочу подчеркнуть, что вы не обличаете, не осуждаете священников. Вы конкретно говорите... Я за них бьюсь, за них бьюсь, они то, что... Что за разговор? Ну я пришел, батюшка приехал, стоит мужчина, одетый там, и он в тазике головой обнос мужчин, воды-то там даже нос не закрывается. На закрещение. Я не должен говорить. Да Бог с меня слышит, я об этом говорю. Они безумствуют. Они обманывают людей, не учат их, не трестят. Но говорить-то, говорить тут же, опять же, надо конкретно имя называть и говорить о конкретном человеке. Нельзя же... Если он махает в тазик, то нельзя же о всех такое говорить. Я теперь говорю, я перевожу не что-то, а выступление патриарха Алексея Второго. Нельзя его трогать. И он говорит, я выступал на перхальном собрании, прошло полтора года, 98% священников меня не слышат. Я могу озвучить ему праздник или нет? Это церковные ведомости, официально издаваемые журнам Московской Патриархии. Я показываю номер страниц, написано православие, там, где посмотрите, книги, и там написано о крещении. В кавычки взято. Ну, хорошо. Меня настоятель встретил и говорит, прям со слезами, Игнать, до таких пор вы будете терзать нашу мать церковь. Вот. И вы бы не говорили о крещении, что неправильно делали, никто бы к нам не звонил и не приходил. Вот, чего надо. Так, меня-то уже никакого нету. Зачем я живу тогда? Я, может, потому и живу, что Бога слушаю. Я ей говорю об этом, они сами меня к этому толкают. А как вы думаете, как это спровоцирует? Я, что, теперь вы сказали, как у меня с вами хорошие отношения, я буду молчать? Я буду такой же, как вы. Это слово Божье Христов сказал. Если буду говорить, лгать, я буду такой же, как вы. Я не могу это делать. Я просто обязан сказать. Обязан. Я ссылаюсь вот такой-то, призывает вас ездить на марках крутых, а на своих. Ну, кто это? Мы, Выжинский, Силиканский, Архиерей. Мы, а вы это сделали, это не сделали. Меня это не касает. У меня не было машин, мотоциклы, никогда не было. Я не могу этого не сказать, потому что он рядом сейчас, он здесь. И он выставляет материал отец Георгии, выставляет на сайте по этой епархии, что лапкиные, другие, они поклоняются демонам. Я еще должен сказать, это отец Лаке озвучит, когда мы сидим за столом, и партия рядом. Но это уже настолько было пьющик, то Максим, Дмитриев, сразу, да неужели такое может быть? Почтанки, мы додумали в начале уже убрали это все. Они совершенно бесшабашные, безбожники, крутые волки. Ну, я вам рассказывал, когда вот Игорь и Дмитриев стоит, они подходят там толпой, знаете, после войны. Прощенные, подожди только. И подходят к ним, вот еще тут раздаешь кольцо бородатый, дай ему в морду. Это будущее. Священники. Рядом с сего, там наши, я думаю, что же делать? Рядом священник, и он стоит, одобряет их. Это разбойники. И я еще должен стоять и молчать, а что вроде там? Я не имею права молчать, у меня такого права Бог не давал. Молчанием предается Бог. Георгий Богослов. Видите, как ревностные прихожане не могут терпеть вот такое на своих батюшек, на своих священников вот таких слов не могут они выносить. Поэтому на вас уже обрушивают такую яжесть. А одного пускай потерпят. Одного на всю Россию. Одного. Я тоже так думаю. Одного не могут перейти в плене. Несторожно нашего архиерея. Игнать, и дольше вас ждет. А то я не могу ждать, ладыка, отпустите меня. Гетиону под этим домом. А они ничего не знают. Они привязали сложный, авторитетом должен быть разрушен. Они из себя идолов сделали, как Василий Великий говорил. Так же позвлащенный, так же безгласный. Или что, мне надо это приводить места? Говорить, что говорил Ироник Тридонский Григорий Богослов вот это сейчас выставлен на вебископах. Мне говорят, это как будто вы написали. О, как? Пусть они в комнате скажут, что Григорий Богослов, и я одинаково говорю. Пусть еще найдут одного священника. Одного миренина. Так я не знал про это материал Григорий Богослов. Мне в освещении поставили. Нет, отец. Я по-другому не знаю. Просто мне нет, в следующем тогда и жить, если я буду проходить мимо изобразия. Вот мы приезжаем, приезжаем в город по порядку, чтобы не ошибиться, там где-то благовещенство Амурской области. В библиотеке мы книги сдаем. А она говорит, это ход у нас женщина специально этим занимается. другом помещении. Я туда книги перенес, 38 возложил, начинает говорить, дешево она вообще не смотрит. А вы отца Бориса были. какого Бориса? У нас батя, чтобы у него не были. нам не нужно по библиотекам едем. Но у нас такая какая? Ну вот что мы должны тут... А что мы должны уехать? относитесь к библиотеке работники на государственные учреждения? Какое отношение? Я гляжу, она никто. Я тогда пошел к директору и говорю, вы меня к кому послали? Вы берете к Игорь или нет? А что она сказала? Так она вообще как Борис. Я говорю, он уехал. И он говорит, не боюсь, вы пока тут у нас побудьте. Она вырешенная. Зачем она находится? Я еду и минуты, и секунды. Мы уже, когда деньги заплатят, машина трогается. И кто платил деньги, он бегом бежит и на ходу на машину садится. А она я два дня буду сидеть, отца Бориса говорит, приедет даже. Два дня просидел. Ну как ты, просидел? Он пришел. На 30-е 8 книг по 750 без страниц, он даже не пролистает. Ну и картинки же смотреть. Да я не знаю, может быть, он такой же дубовый, как ты. Я других-то их не знаю. Ну и что? Я теперь должен к нему подвязываться не ухать его, или как? Доказываю, что православный иконус жевать перед ним. Ну что? Да она еще еще директор 10 книг. А я думал, она что-то значит, договорились. Она еще не значит. Все сразу оприхоровали, выписали нам грамоту, готово дело, мы поехали. Давай обещание, что книги будут вот этот цезарь эпопейзму концентрировался в одном копике. Их убивают пачками уже. Это как говорил солженицем тормоза пятилетки. Сверхсрочный лоб. А если ты не такой, ты цени перед Богом. Вся твоя братья почти вся такая же. 440 пунктов. 440 храмов посетить, и то это чего-то стоит. А то 440 городов мы проехали сон. И везде сто процентов одинаково. священникам когда мы приехали пришли туда почему кометы не заехали. Я бы вас пригласил до везде. Да я вас только слышал и теперь о нем я говорю в епархии и боюсь его имя назвать они вас радуют сожрут. Но и правда его убрали. Его задавили. Это лютые волки. Другого наименования дать не могу повседой их уже обозначил. Притом не щадящие стады. И будут говорить как превратно. То есть все нам вверх. И причина какая запитая. Чтобы увлечь за собой. Чтобы поклонялись бачка. Благослови бачком. А кто вас благословил? Бог благословил. Показываю грамоту от митрополита. Показываю сейчас могу даже скинуть потерял от епископа. Ибо это не надо. Так это же в 2002 году благословение было. А не одуревшие. все оно продухло уже благословение. Потом благословение современно опозлявшего епископа Максима и они ни во что ставят. А где это? Томский. А кто там? Преподаватель стиминали там бургомистов или бургомистов не знает. Отец Сергий да его уже нету. Как нету? Он отравлял остался в учениках. Митрополита Никодима нету ротова. А плоды его растут. Вот это голубое лобби сегодня оно потопит. Тема очень понятная. Им надо молиться и плакать. А этого его не умеют ни того и другого. С любой властью будут играть. Игнать Тихич, а вот я вот наверное уже раз пять смотрел у вас там несколько фильмов есть собрание со священниками не намечается в ближайшее время устроить таких вот Ну вот мы назначим на 26-й Пойдут они или нет на это? Первый раз когда встречались я не произнес ни одного слова только одно сказал у кого будет мобильный телефон звонить вы не отключайте их можете просто рядом выйти все А уже на следующем епархии батюшка отец за ним сказал у меня нет никакого опыта благовестия миссионерство работает а вот знаете очень большой может донем ему слово так они давали на заговор я говорил час десять минут вот это и стоим там и в конце секретарь епархии покажем слово мы знаете их я могу подписаться это что-то значит нет это многое значит ну вот пусть на этом стоят они ничего не должны говорить не должны говорить свои слова я сказал 6 7 собор 15 правило вышло это означает не шестерка а 630 епископов сидит не принимает правил ты против 630 епископов идешь ты объясни может быть ты прав они не правы раньше 30 лет вы не нажим быть священниками зачем мы завесли разве такое правило если они даже не знают они невежды маркерей это не мог не знать а если он не знает закон на дьявол разводители пускай это правило выполнить одно я раньше 25 лет священники не раньше 30 а теперь придумали обьепископ и не раньше 35 этого нет этого нет но было что раньше ставили раньше было ставили до принятия этого правила где нет закона это преступление но почему до сих пор идет такое попрание вот этих правил сейчас вот особо такой нужды резкой нужды такой нет вот как было потеря страха божьей они живут только на этой земле чтобы все было хорошо они не верят в будущую жизнь у них нет веры чай и воскресенье мертвых они не верят и нечают они не нечают как здесь больше нахватать нахапать 4 рта хватает я это говорю имея брата родного подавили наш батюшка не нуждается в этом у нас не старелка не ходят по храму ни продажи не священность ничего нет пускай нет у себя сделаем а ведут святую десятину десятина святая все уничтожает ни шума ни хождения горят у нас восковые свечи у нас достаток средств у нас все есть все и для больных и для роженых для детского лагеря на миссионерскую работу все на все есть а всего несколько бабушек у нас какая община там мизерная ну да и все таки же опыт какой опыт многолетний опыт научиться научиться берите научитесь мы у них учимся от обратного они не учатся они за нами смотрят и ничего не могут сказать ничего ни одного аморального поступка за ними мы не смотрим они сами их публикуют или мирские газеты стоит романах рядом ребятишки его рожденный гормонашест еще не отрицает надо кормить поедет я за это не обвиняю просто к слову сказать пусть они живут как надо пусть они только учат я не за кеми грехами священников не смотрю и когда говорят я это никакой воли не играю пусть он делает как положено как положено свидетельствует несет евангельское слово да я никакие падажи как называют высказывания как у некоторых находят у меня ни одного такого нет я говорю абсолютно точно по евангелии и говорят а у него сиктантский уклон по евангелию знаете как связано баптист это значит евангелие а православная эта свечка свечка это не чисто катарах то будет один люди неверующие из церкви прибыта постанов на 90 с лишним процентов от неверующих которые приходят они те которые 5 бабушек приходит постоянно это освещение машины офисы ну и все прочее дело в том что я даже на это внимание не обращал я прекрасно знал о жертве вот и ко мне вот приходит допустим священник да он из сумки достает агарки ставит и и служит на агарках то есть вот на свечке на это и внимание на все вот эти мелочи не обращают уже внимания никакого не обращается а по сути нарушение идет прям полное нарушение когда мы регистрировали устав мы ввели в него устав никакой продажи купли не может быть никакое таинство ни крещение ни отрывания ни лечения нигде деньги не брать у нас в уставе записано почему они себе не записали это то есть они уже оставили себя кроме волшебуду лазит в нее у нас написано свечки нажимы чисто восковые не снимать пока не догорит не погибает и сама не погасит у нас к свечке нельзя прикасаться а я вот только вот еще отрывают переплавку а когда много на причастие они пачками корзинами выносят обратно перепродают это батюшкин доход волки любят у нас ничего этого нет а мы в уставе это двигали а они у нас были записывали фотографировали к себе в устав но еще у них не получилось ни у одного не получилось ни у одного а это ни день ни два минимум два десятилетия какая моя вина если я не по словам божьего это я сейчас перед всем миром выдаю скажу что я виноват книги высчета уже да 13 лет 12 лет уже полная и ни одного возражения нет нет не просто кричите так что даже если мы и говорим с отцовом церкви склоняйтесь к той высоте я требую суда кесарева или патриарша он на основании библии но вот у Иоанна Златоуста есть о священниках то есть он описывает то что нельзя поносить священников то есть нужно по максимуму относиться к священству уважительно это же Иоанн Златоуст тоже описывает ну то есть 6 слов 6 слов посчитают я не могу уважать мы должны уважать мнение противника не уважают совершенно и не могу уважать потому что противно богу это онафема обязательно если будут говорить не то они говорят не то мое мнение за них не должно много значит пусть смотрят в библию если даже ангел с неба будет не то говорить галатам 189 давай онафема даже сети на православные 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 это 1 на 300 крещеных маленько что-то это 1 0,3 процента а я должен на мнение каких людей это их нет людей это это улица меня это нисколько не трогает у них ничего нет ни евангелия ни христа ничего единственный батюшка я говорю патриарх говорит они да пошел ты за своим патриархом они ничего не знают так еще что-то у вас есть да у меня я не знаю даже что у меня есть много чего боли сильные я у меня голова не работает ну то работает но не жалуйся дальше она лучше не будет работать одовольствие за тем что есть у меня тоже она уже не так работает ты всегда будь радостный завтра будет еще ближе к смерти память будет ослабевать поворот головы делаешь сегодня делаешь аллилуйя наполни уста свои непрерывным воспалением Бога поговорил с Сергеем благодарение Богу он не принял благодарение Богу я ему говорил молите за него чтобы он устоял в этом потому что на него давление и сегодня он должен мои книги максимум отнести я говорю обниме и поцелуй его мне батюшка радуется до сих пор он прям находится в такой радости после знакомства с вами слава Богу мы молимся все время и он как что так обращается вот у них там исчезла база как-то да в епархии это но это большая неприятность и он сразу позвонил молиться надо какой-то евгений но мы молиться стали я просто сказал господи сотворить чудо база исчезла и нет ни на диске нигде нет он нашлась откуда нашлась обидеть не может молоденька давай скорее благодарить Бога у нас живая связь с Богом я считаю это за чудо а что теперь будут объяснять да мы забыли да она была там на секре где-то мне это не касается да мы еще не нашли это мы просто бомбардируем врата небесная отчизна и Бог нас слышит ну что ладно Игнатихич увидимся еще услышимся дай Бог все оставайтесь с Богом спаси Христос оставайтесь с Богом тоже